Всем привет! Часто натыкаюсь на видео, на разную информацию в интернете по типу. Стаффорд это такая собака, можно сказать идеальная, с ней нет никаких проблем и реально, кого не возьми, все говорят, что никаких проблем нет. То есть такое ощущение, как будто ты не собаку заводишь, а едешь на какой-то отдых. Вот у меня такое сравнение складывается, когда я там вижу какие-то видеоролики, некоторые, либо какие-то статьи из интернета. И в этом видео я хочу рассказать, с чем ты столкнешься, с какими трудностями ты можешь столкнуться, заведя такую собаку. Потому что трудности в любом случае будут, особенно на начальном этапе. И с чего бы я хотел начать, это то, что эта собака требует к себе внимания. То есть некоторые могут посмотреть видео разные, наслушаться кого-то, и у них создастся впечатление, что это слишком добрая собака. Вот пример. У меня относительно недавно, может там неделю, две назад были гости, и они как думают, что если собака к ним добрая, то она ко всем будет добрая. То есть вот некоторые люди, и важный момент, у этих людей тоже есть собака, но, к счастью, для окружающих не ставка. То есть некоторые люди даже не понимают, что такое собака, и что у нее приблизительно хотя бы происходит в голове. И этот момент нужно учитывать. Это я к тому говорю, что на прогулке придется очень хорошо смотреть за такой собакой, особенно если ты собираешься делать из нее какую-то охрану, ну, может быть, даже это слишком громко сказано. Ну, просто ты хочешь, чтобы она охраняла, и тебе ее нужно направить в это русло. То есть вот если ты собаку начнешь направлять и развивать в ней охранные качества, то каким бы добрым твой стаффорд не был, агрессия в нем по-любому проснется. К этому нужно быть готовым, потому что многие люди могут начать смотреть мои ролики, начинают воспитывать собаку, ну, как я и говорю в своих видеороликах, потом человек мне пишет, вот у меня там начал ставку набросаться. То есть это вот нужно учитывать, и помимо просто слушая меня, то есть воспитывая таким образом собаку, нужно не только слушать меня, но еще также было бы неплохо посмотреть на моем канале плейлист с дрессировкой. Не полениться, а посмотреть видеоролики, и они там... Там я рассказываю абсолютно легкую информацию, то есть абсолютно любой сможет воспитать собаку стаффорда. Главное все, что нужно, это не нужно быть там генологом каким-то, еще что-то, главное просто постоянство. И как бы не отпускать собаку от себя далеко, пока она не обучена. То есть постоянно налегать, налегать, потихонечку, постепенно. И будет все окей. То есть без этого никак не прокатит. Ну и конечно, что меня удивляет, вот прям сильно, то что все советуют стаффорду прям в квартиру. Вот какого заводчика ни глянь, ну прям все, идеальная собака, диванная для квартиры. Я с этим не согласен. И я сужу даже по своей собаке, ей... Вообще-то не городская собака, даже ближе. Вот выкинет ту ерунду из головы. Да, если нет возможности там, очень сильно хочется собаку, ну куда деваться, когда. Хотя я против этого, но стоит тогда заводить там даже квартиру. Даже если нет места выгула, ну и тем не менее, можно как-то крутиться, можно на машине вывести собаку за город. То есть в любом случае можно как-то привыкнуть. Но тем не менее, собака это вообще не городская. Даже когда я хожу с твоей собакой, я уже говорил, ей не особо нравится-то вот гулять там по дворам. Но как только мы попадаем там в лес, все, сразу же собака меняется, сразу же она начинает, не проявляясь все охранные качества, она сразу же вот, когда находится в своей среде. То есть это вот я к тому, что собака в частном доме и в квартире это совершенно разные собаки. То есть частный дом это идеальное место для Амстапа, но никак не квартира. Поэтому я и удивляюсь, почему люди это советуют. Ну как бы, ладно, заводчики, им-то продать надо, их я понимаю, но когда просто какие-то люди, которые завели собаку, начинают это советовать, когда, ну, непонятно, ничто не видит очевидных вещей, рядом с ними стаффер в доме, ничего не видно, что условия не совсем для этой собаки как бы подходящие. То есть это для меня странно. В общем-то это были основные моменты, о которых я хотел рассказать в этом видео. Если видео было для тебя полезным, интересным, то не забывай ставить этому видео лайк. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok